Добрый день или вечер! Мы рады приветствовать вас на восьмом уроке нашего вечернего интенсива шеи. И мы продолжаем учиться управлять своей шеей. Итак, есть одно упражнение, которое я рекомендую выполнять так же, как и защитный рефлекс. И оно очень хорошо. Его можно выполнить в любом месте, стоя, сидя, на работе. В общем-то, не принципиально. Итак, наша задача – направлять подбородок в сторону грудины. Очень важно, чтобы это был комфортный для вас диапазон. Не надо попытаться с первого раза коснуться грудной клетки. Абсолютно не нужно. Это очень мягкое движение. Потом мы будем медленно рисовать, как будто мы рисуем линию ожерелья до линии плеча. Наша задача во времени перейти к тому, что мы могли нарисовать эту линию до плеча. И мы медленно будем приподнимать голову. Но дополнительно при подъеме головы мы начнем открывать нижнюю челюсть. Обязательно зона комфорта. Вот здесь уже, я думаю, что к этим урокам вы научились осознавать свою зону комфорта. Мы будем делать в одну сторону и в другую. Это хорошая работа с грудинно-ключично-сосцевидными мышцами, а также лестничными мышцами, которые очень часто бывают зажаты. Итак, начинаем выполнять движения. Глаза вниз и подбородок уводим вниз до зоны комфорта. В следующем движении взгляд вправо и начинаем медленно, словно рисуем ожерелье, не касаясь, не касаясь ними значения, по своей грудной клетке. И вот от момента отрыва начинаем открывать челюсть и поднимать голову. Опускаем вниз и рисуем. И подняли голову вверх. То же самое сейчас делаем для другой стороны. Подбородок вниз. Взгляд пойдет у меня, будет влево. Какие ошибки добавляются в движение плеч, грудной клетки для того, чтобы дотянуться? Не нужно этого делать. А здесь больше внимания на то, насколько разница в движении справа и слева, если она имеет смысл с этой разницей работать. Какое движение челюсти и разница, где мы дотягиваемся с одной стороны и с другой стороны. А теперь выполним целиком вправо и влево несколько раз. Итак, основное движение. Помните, что глаза это преднапрягатели, преднатяжители мышц шеи, поэтому глаза ведут движение. Начинаем выполнять вниз. Назад. Вниз. В исходное положение. Очень хорошо. Уже двух-трех движений будет достаточно. У кого гипермобильность шейных позвонков. Вам еще более внимательно нужно в этом движении. То есть движение может быть вниз. И это тоже хороший вариант выполнения движения, понимания вашей зоны комфорта. Итак, мы говорим о том, что короткие разгибатели шеи очень часто фиксируются, как только наша затылочная кость начинает подбородок подниматься вверх. Мы приподнимаем подбородок и фиксируем ее. Мы можем определить, есть ли зона напряжения по тому, насколько смещается кожа. Свои пальчики укладываем на затылочную часть, находим пальчиками затылок, поднимаемся вверх, затылочный вырез. И начинаем смещать кожу. Прижались к кости и оценивайте, насколько подвижны у вас эти участки кожи. Доходим до сосцевидных отростков и превращаем движения в круговые. То есть мы смещаем кожу по кругу, дошли до центральной части выреза и делаем круговые движения в одну сторону, круговые движения в другую сторону. И возвращаясь назад, мягкими круговыми движениями доходим до сосцевидного отростка и опять вверх-вниз, поднимаемся вверх. Первое. Зона должна быть подвижной. Это обеспечивает кожа, которая движется у нас поверхностно, показывает, что у нас находится на ниже лежащих частях. Второй момент очень важный для нас. Если нет ли разницы между правой и левой, это тоже очень важно, потому что нам нужно сделать так, чтобы этой разницы не было. Ну и теперь выполним еще двигательную часть, которую можно выполнить на полу. Ложимся на спину. Мы продолжаем работу со стопами. Сгибаем ноги в коленях. Я надеюсь, что вы успели почувствовать свое тело. Серединка паха. Бедро, колено, стопы параллельно. Продолжение одной линии. Теперь мы делаем следующее движение. Вспоминаем. Мягко прогнулись в пояснице. Взгляд над коленями. Вернулись. Сократили мышцы живота. Взгляд на брови. Вернулись. Почувствовали хорошо подошву своих стоп с двух сторон. И теперь прижали подушечки пальчиков к полу, ощущая, как у вас приподымается плюс нефаланговые суставы. И опускаем вниз. Еще разочек. Подушечки пальчиков ощутили на своих стопах. Мягко нажимаем вверх. Не отрывается наружное ребро стопы. У кого высокие своды, парадольные, бывает ложнополая стопа, вниз. Ничего не происходит на уровне тазобедренных колен. То есть движение. Я покажу его еще руками, чтобы вам было понятно. Мы нажимаем. Мы почувствовали контакт на подушечке. И мы начинаем мягко поднимать вверх. Нам нужно почувствовать свой поперечный свод. Продолжая давление на подушечке, мы начинаем сокращать мышцы живота. Прижимаем поясницу к полу. И начинаем медленно отрывать пятки от пола, опираясь на свои пальчики. И плавно вниз. Еще разочек. Мы опираемся на пальцы. Не на плюсневые косточки, расслабили стопу, а именно на подушечку пальчиков. Прижали. Задней поверхности ног нету, только пальцы. Чувствуем контакт. И сократили мышцы живота. Держим прижатая спина, чтобы не отработать мышцами спины. И начинаем отрывать свои пальчики. Пяточки двигаются точно вверх. И опускаем вниз. Много проблем с шеей может быть завязано на проблемах с вашей стопой. Прекрасно. Выпрямили ноги, расслабились, сравнили свои ощущения. Есть ли разница? Согнули ноги в коленях. Переплетаем пальцы рук. Под затылок. Локти в стороны. Если это некомфортно, приподнимаем локти от пола. Потянули лопатки плечи в сторону таза. Сокращаем мышцы живота. И начинаем медленно сводить локти в сторону потолка. Голова лежит на месте. Направляем взгляд на колени. И начинаем медленно отрывать голову от пола. Два-три сантиметра. Два-три сантиметра. Опускаем вниз. Расслабили мышцы живота. Собрали мышцы живота. Держим поясницу. Таз фиксированно. На выдохе. Параллельно полу. Не сгибаем. Вниз. Очень хорошо. И еще разочек. Расслабили мышцы живота. Сократили. На выдохе. Вверх. И держим. Удерживая это положение, медленно отрываем, раскрываем локти. Голова остается параллельно. Плечи в сторону таза. И опускаем синхронно локти и затылок. И растеклись. Отлично. Поворачиваемся на бок. Если получается, ладошка ложится в сторону пола. Если не получается, выводите ее вперед. Если прям совсем тяжело положение рук, значит согнули руки в локтях. Ладонь, плечо, таз, стопы – это одна линия. Можно вначале согнуть ноги в коленях, чтобы увеличить площадь соприкосновения. Тогда следим, чтобы стопы, таз, грудная клетка, голова оказались на одной линии. У нас ладошка развернула руку, плечевую кость, а ухо лежит на руке. И наша задача – нажать ладонью на пол и мягко приподнять чуть-чуть подмышку от пола и отпустить. Здесь работает конгломерат мышц. Для нас здесь ведущая передняя зубчатая. Еще разочек. И вниз. Еще раз. Голова, шея не помогают в этом движении. Разворачиваемся на спину. Сравниваем свои ощущения, в чем разница. И то же самое делаем с другой стороны. Слегка сгибаем ноги, стопы, таз, рука. Ухо лежит на руке. Мягко нажимаем на ладонь. И чуть-чуть мягко приподнимаем, не отрываем, а только мягко создаем такое некое натяжение. И вниз. И еще разок. Отлично. Разворачиваемся. И опять сравниваем ощущения. Что изменилось в отпечатке? Поворачиваемся на бок. Садимся. Итак, постепенно у вас появляются упражнения, которые можно выполнять в течение дня, в промежутках, делая их более комфортными. Надеюсь, что урок был полезен. Мы встречаемся на следующем уроке. Желаю вам успеха в освоении собственной шеи. Продолжение следует... Продолжение следует...